Друзья, всем привет! Вы на канале Годуновский Бройлер. У нас сегодня завершающее, окончательное, последнее взвешивание вот этих монстров, которые росли у нас на Южной Короне. Это КОП-500 Чехия, напоминаю вам. Сколько дней? Так, им 50 дней. Сегодня 19 июня 2020 года. Вот, им сегодня ровно 50 дней. Вот в такую довольно-таки крупную и упитанную птицу выросли наши бройеры из вот таких вот маленьких, очаровательных птенцов. Но, предварительно они прошли вот такую стадию, конечно же, промежуточную. Были они и такие. Давайте я расскажу. Значит, о чем расскажу? Расскажу, что у нас жара уже сколько дней, Лен? 4-3? Три точно. Да, может быть, 4 даже. Жара около 30 градусов и выше, в курятнике тоже жарко. Они вот так вот, да, сидят. Вот так они сидят. Но здесь 26-28. Есть. Едят они мало, пьют много. Вот. То есть, если бы не погода, блин, страшно подумать, что за дирижабли бы выросли у нас. Так, значит, смотрите, мы не потеряли больше никого. Вот как у нас были потери с 37 по 40 день. 4 особи нас покинули из СВС. Больше потерь не было. Но была водянка. Хотя бы один, но был у нас с водянкой. Так, друзья, 43-й день. Я уже начал переживать. Думал, что такое. Не в порядке что-то у нас в хозяйстве. Ни одной водянки нет. Но все нормально. Меня успокоили. Вот, товарищ. Ну, иди сюда, я покажу-то. Да подожди ты. Ну, вот, короче, у него такая фиолетовая кожа. И вот здесь у него прям надут здоровый, приздоровый живот. Вот, я думаю, вам видно. Вот. Видите, какой большой живот. Так что все-таки один, но с водянкой в этой парте будет. Вот он. Так что все нормально. Водянка есть. Ну, в аномально маленьком количестве. Но есть. Я спокоен. Съели, короче, они столько же, сколько должны были съесть. Вот в среднем, так вот, по нашим впечатлениям, сколько и должны были съесть на других кормах. Обычная норма, да? Да, обычная норма. Вот. Может быть, чуть больше. Но это, опять-таки, ты посчитаешь. Ты сравнишь. Так они и весят, блин, больше. А что еще, значит, сказать? Почему это у вас черный бройлер-то? Для тех, кто смотрит нас первый раз. Ну, вот такой цыпленок у нас вывелся в этой парте. Мы его показывали в одном из видео, как он вылуплялся и сидел у меня на ручке. И смотрите, действительно, все черное выглядит меньше, чем белое. Ты видишь? Да, да, да. Зрительно, как он уменьшает. Нет, да, он и меньше есть. Мне кажется. Сейчас мы взвесим, узнаем точно. Нас просили чернушку удочерить и оставить вместе с обычными курами жить дальше. И приезжайте, забирайте. А к нашим курам ее никак нельзя поселить. Она же маленькая. Посмотри, какая. Взвесь чернушку. Так, ну ладно, переходим. Плавный переход взвешивания. Да? Да. По нулям? Да. Не забывай... Несмотря на то, что у тебя там кирпич. Не забывай показывать, что висит на нуле. Слушай, а мне кажется, она похудела даже от жары. Милая, правильно ты сделала, что похудела. И клюв надо ей наточить и к нашим отправить. Так, 3. КГ. 35, да? Угу, 3.35. Сейчас покакать будет 3. 3.35. Ну что? Так, давай ее. Мы уговорили вас? Вот же, да. Сейчас мы посмотрим, сколько они должны по таблице весять. В 50 дней? Да. Ну, поболее, по-моему, или где-то так же. Так, смотрите, 50 дней. 3.249 должно весить. 3.250 возьмем, да? 3.250. То есть она уже отстает. Худышка. Она отстает. А если ты хочешь, она и отставала. Она и отставала, она и отстает. Ты недобролер, кто сидит там. Так, давайте дальше. Вот сидит курочка. Недобролер 30 грамм уронил. Другая курочка. Клетку тебе запачкай. По нолям смотри. Да. О, еще меньше. О, 2.670. 970. Опять вот уменьшаешь. Да, 2.970. Смотри, что-то. Примогочка. Слушай, похудели что ли они от жары там у нас? Может, Саша, так. Мне кажется, они были больше. Ну, хотя бы даже вот когда я их пересаживал и когда брал за грудь, грудь была массивнее. Вот это очень тяжелее. Взялся за грудь. Скажи что-нибудь. Давай, смотри, сколько. Ну да, 3.675. Хотя девчонки, смотри, погребник. Да, это девочка тоже. Курочка. Так, вот еще одна курочка. Так, вот там у нас 4.5. Ты тяжеловесов на потом оставляешь? С курами, да, разделаемся давай. 3.485. Я не вижу. Хорошо, 85. Так. Слушай, у нас, смотри, как... Ой, тихо, Сашка, он выпрыгивать пытается. Ты видел? 2, слышишь, 2 у нас девочки, они выше нормы, да? И 2 ниже. Так? Да, да, получается так. Так, давайте теперь пацанов извесим. Попытка бегства этого была. 4.15. 4.15. Посмотри, по нулям вес это было. Да. 4.15 есть. Так, 4.15. Да, мы таких, конечно, не держим. Вот куда он такой полуиндика? Так, 3.930. Ну, 925 пусть будет. 925, хорошо. Не кидай только. Я за лопу. Все ходят, смотрите, то есть на ноги из них, никто не сел. Хотя могли бы при таком весе легко. Хотя вот тот непонятный, сейчас посмотрим. Тихо, тихо. Приди же я, это... 4. Ну, давай, подожди, никак он не может. Давай. 4.160. Ого, какой у тебя сам большой, что ли? Так, 4.160. Ты нам расскажи, какие у тебя были веса в кушках в среднем. В среднем, ну, больше, чем обычно, на самом деле. Это 2,5 было и 2,900. И даже была полнотушка 3 килограмм. Нет, в среднем, скажи. Никакие там были. Хорошо, если все, все прям... А, смотри, я что-то сдвинул. Ну, ничего, сейчас по нулям все. По нулям, да? Да. По нулям? Все по нулям. Так, подожди. Встань на серединку. 4.145. 4.145. Все. Ну, нам такие веса не нужны, на самом деле. Вот, поэтому забивать мы... Забивали птицу, начиная с 45-го дня. 46-й, 47-й день мы забивали. И веса получились все равно выше, чем мы обычно выращиваем и продаем. Мы, значит, не кормили зерносмесью. Вот, в этот раз. Дабы попробовать на вкус курицу эту, без докорма зерном, как мы ранее делали. Ну и, опять-таки, доверяемся производителю, да, его сертификатам. Это не хухры-мухры, где указано, что они не применяют лекарственные препараты не то, что в финише, а в росте и в старте даже. Поэтому нет необходимости в этом. Если нас устроит вкус мяса, то мы для себя найдем вариант избавления от геморроя этого докорма, короче, и так далее, и тому подобное. На данный момент вот что могу сказать. Напоминаю, что выводы вы все равно делаете на нашем канале сами. Мы вам показываем сухую информацию о весах, о состоянии, о количестве падежа и так далее. Но, в свою очередь, мы можем сказать, что вес птицы набрала достойный. Падеж был 4 штуки из, по-моему, 96, да? Да. Где-то так, вот. На жопнике были, да, но они ненамного были больше, чем на других кормах. В любой парте есть на жопнике, и от этого никуда не деться. Здесь тоже были, может быть, чуть больше. Факт, что кость у этой птицы более, скажем так, как мягкая, что ли, или хрупкая, да, вот правильно сказала, хрупкая. Это подтверждает перосъемка наша, вот при снятии пера было больше дефектов, чем обычно. Вот, но это все устранимо. Вот, мы знаем об этой проблеме теперь, поэтому можем легко устранить, там, да, добавляя ракушку с аквадетримом или кальций-борглюканат для поддержания и укрепления костного аппарата этой птицы. Вот, в принципе, остальное все нас устроило. Ну, да, еще помет, конечно, влажнее. Влажнее помет, кстати, не показали мы вот 50-дневный помет. Покажи, пожалуйста. Кстати, Даш, что же мы вам не показали-то? Помет! Да. Приятного аппетита всем, кто ужинает, обедает или завтракает под наше видео. Да, да, да. Вот, то есть, в принципе, в остальном все нам нравится. Нам еще нравится очень то, что здесь нет лекарственных препаратов ни в финише, ни в росте, ни в старте. То есть, вы птицу можете убрать в любой промежуток, в любой временный период ее выращивания. Упала на ноги, убрали, съели, все, без проблем. Это никак не отразится на вашем здоровье. Опять-таки, доверяя производителю. Но у нас нет основания, на самом деле, не доверять производителю, потому как в сертификатах там все указано. Премиксы там прозрачные, да, есть такая уловка у производителей. В сертификате вроде бы все нормально, нет никаких лекарственных препаратов. А когда запрашиваешь у них, значит, расшифровку состава премикса, там он оказывается. Здесь нет такой истории, здесь все прозрачно. И еще косвенное подтверждение того, что лекарственные препараты, скорее всего, отсутствуют, это то, что вот та партия, похоже, хватанула кокцидиоз. И вот здесь другой момент. Мы с вами сами уже здесь принимаем решение, пропаивать птицу или не пропаивать. Чем пропаивать? В какой период пропаивать? Сколько дней пропаивать? Понимаете, они как, допустим, в старте и в росте. Там вот один и тот же антибиотик от года в год. И кокцидиостатик. А мы им кормим и кормим. Здесь мы можем поменять, да, как бы, плюс тоже. Можем вообще ничего не пропаивать. Если нет нужды. Да, если нет нужды. Если даже есть нужда, вы под свое ответственность смотрите, ничего критичного не происходит. Птица веселый ест. Ну да, есть чуть-чуть там, поймете кровь, да, в небольшом количестве. Ну и ладно. Дошла до забоя, все дожили, все нормально. То есть мы здесь сами принимаем решение. Вот, эту птицу я, значит, два дня пропаил стопкоакцидом. Перестраховался. Сейчас я наблюдаю. Вот. Буду ли я это делать дальше? Не знаю. Но в любом случае, говорю, здесь больше, как бы, у нас диапазон наших действий. Мы можем сами принять решение. Кому-то это лучше, кому-то хуже. Здесь уже сами анализируйте, принимайте решение. Друзья, на этом все. По южной короне мы перед вами отчитались относительно бролера. У нас еще есть партия. Если будут какие-то там нюансы интересные, мы расскажем о них. Вот. Далее южная корона у нас представлена в кормлении индюков. О них мы расскажем тоже. А на этом разрешите попрощаться. Пишите комментарии, жмите лайки, дизлайки. И обязательно, не забудьте в этот раз, в этот раз обязательно, нажмите колокольчик, потому как выйдет завершающее видео, итоговое, по финрезу вот этой партии. Да, где там все будет посчитано, количество корма, сколько съели, на сколько съели, сколько мы на них заработали. Чтобы не пропустить, обязательно нажмите колокольчик, и вам придет поведомление. Все. Но по сарам. Всем пока. И сколько стоит килограмм мяса на южной короне. Да ты что. В отличие от килограмма мяса на пурине или на маркорне. Ага, хитрая какая. То есть ты там тоже приплетешь, да, Игорь? Я всех приплету. Ну ясно. Игорь. 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 Игорь.